Берем влагу, берем белило, берем голубой, коричневый, желтый, розовый. Практически все берем и немножко оно от этого всего зеленит. За счет желтого немножко зелени. По-быстренькому избавляемся от белого салфта. Где-то делаем в пользу зеленцы, вот этот передний план травы. Где-то делаем вот эту грязь, темную грязь, как мы уже начали, верха. Там и краснота задействована. Как бы красивый силуэт пытаемся найти у всего этого. Вот так вот. Обращаем внимание, что трава светлее, чем отражение в воде. Поэтому несколько высветлим макушки трав. И дадим темность в воде вот этой грязью зеленоватого звучания. Зелень краснотой обязательно подбиваем. Нарочитая вертикаль отражения. Теперь берем меньшую кисть. Берем розовый голубой. И ищем красивый силуэт дерева. То есть мы не взяли коричневый совсем. Вы видите красок уже исчерпалось довольно много. То есть сразу стоит закладывать достаточно большое количество красок. Чтобы потом едва только начал рисовать, они не заканчивались. Мало того, у нас впереди... Впереди перед нами будет девушка у холста стоять. Обозначим ее. Холст, на котором она рисует. Подрамник. Это самый мольберт. Этюдник. Держалка пусть будет. Можно сразу это пятно сделать более внятным. В дальнейшем здесь появится девушка. Что само по себе приятно. Так. И промежутки. Вот эти промежутки наполняем стальным цветом неба и отражений. Сегодня погода не солнечная. Поэтому прямо вот такой стальной цвет. Я не брал синий. Я взял розовый и бирюзу. По отношению к зеленому, вы видите, вот этот разбил звучит очень синим. Но при этом это какой-то стальной цвет. Нечто подобное. Вот здесь можно сразу накидать отражение. То есть где-то будет касаться светлая трава темных отражений, а где-то небо будет отражаться и тоже будет выявлять идею отражений в воде. Перед деревом красиво звучит светлый. Там площадка освещенная. Из-под теневой дерева чуть-чуть увидеть стоит тоже свет. Вот этот стальной цвет. Придут. Придут множество, множество, множество вот этих вот мазочков. Много-много-много. То есть она вся будет испещрена мелкой мазочностью. Где-то вот на фоне темной массы этих мелких мазочков, мелких, но темных, будут появляться светлые. Причем серебристого толка. То есть не нарядно-зеленые. Такого серебристого толка. Они будут вот такими массивами выходить из этого мрака темного-зеленого. Где-то светлые будут даже подходить к краю и нарушать идею мощного силуэта. А где-то будут мощные силуэты. Там, где особенно силуэтно, розовый с бирюзовым, очень темно. Вот так прямо. Синевато-темно. То есть сегодняшняя погода вполне располагает к такому взаимоотношению бирюзового и розового. Понятно, что и желтые у нас появятся и прочее. Так. 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 Продолжение следует...